Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Натальи Белышева. А ручки-то вот они. Почему Одесский суд отпустил золотого замгубернатора, обвиняемого во взятках? Свалить на свалку? Что мешает остановить огонь на Львовском полигоне отходов? Стираны миллиарды. Какую схему по выводу грязных денег из Украины раскрыла нацполиция? Мягко стелят. Почему Украина стала заложником дорожного беспредела? Спасательная койка. Одесскому райсуду не удалось избрать меру пресечения так называемому золотому замгубернатора Николаевской области Романчуку, которого подозревают в почти 100-тысячной взятке. Сумма, кстати, в долларах. Суду помешало давление. Адвокатское и артериальное. Как себя чувствуют и где сейчас находятся действующие герои Украины? В сюжете Андрея Анастасова. Пока идет расследование, военная прокуратура просит Приморский суд Одессы оставить Николая Романчука под стражей минимум на два месяца. Сам он в перерывах объясняет назначение пресловутой сети подземных тоннелей под домами. Там, напомнив, в сейфах хранилось около 300 тысяч долларов, золотые слитки, иконы и другой антиквариат. А зачем вам тоннели под домом? Можете объяснить? Это тирк для стрельбы. Но перейти к рассмотрению вопроса по сути так и не удается. Адвокаты Романчука заявляют ходатайство, затем отвод судья, потом новые ходатайства. Все это медленно со словесными перепалками. Это первый заступник губернатора области. Герои Украины. 3000 людей под порядку. А вы же уже 15 минут разговариваете, если сказали, в чем хлопотание. Скажи, что вы хотите. Вот так слово за слово истекают 72 часа, в течение которых Николаевского чиновника имеют право удерживать под стражей. В итоге, по решению судьи Юрия Кушниренко, Романчука выпускают из-за решетки и почти сразу же заседание прерывается. Адвокаты заявляют, подзащитному стало плохо. Правда, он все же комментирует главное обвинение в свой адрес. Я ни с кем не вел никакие переговоры на предмет получения взяток. Я никому, никакой команды не давал, чтобы эту взятку кто-то взял. Приезжает скорая, адвокаты отводят Романчука в машину. Там врачи констатируют, у чиновника подскочило давление и срочно его госпитализируют. В судебном заседании объявляется перерыв, пока состояние здоровья Романчука не улучшится. Он может скрыться сейчас? Я за него не могу. У него статус подозреваемого, но он свободный человек, потому что мера пресечения не избрана. Наутро становится известно Николай Романчук в городской больнице номер 3. Журналистов к нему не пускают, состояние здоровья врачи комментировать отказываются. Адвокаты лишь говорят, их подзащитный готов выполнять все требования следствия и возможно через несколько дней суд возобновится. И уже ближе к вечеру Николай Романчук выписался из больницы. Это нам подтвердили в военной прокуратуре Южного региона. Чиновник вышел из здания через черный ход и сел в машину. Во всяком случае, так уверяют местные журналисты. Уехал Романчук на бежевой иномарке. За рулем, предположительно, был его сын. По предварительной информации, он направился домой в Николаев. Наши журналисты видели, что машина с чиновником заехала в город. Мы попытались проследить, куда будет следовать этот автомобиль, но водитель нажал на газ и машина скрылась. Известно также, что Романчуку вручили повестку о том, что завтра он должен явиться в 11 часов утра на заседание суда, которое состоится в Одессе. Так что будем ждать. Тем временем в Николаеве объявился пятый фигурант скандала замглавы облсовета Михаил Соколов. Он вышел сегодня на работу, а его протеже Геннадий Левченко, который сбежал из-под стражи СБУ, до сих пор скрывается. Однако его, как оказалось, официально никто и не ищет. Все подробности в материале моих коллег. Сегодня в Николаевском облсовете «Аншлаг» на работу пришел Михаил Соколов, зампредседателя облсовета. Фамилия этого чиновника часто упоминается в материалах оперативной разработки. Судя из санкции суда на обыск в облсовете, Соколов лично указывал, кому и где передавать взятки. Но его не задержали. Следователи лишь обыскали рабочий кабинет. Сам чиновник считает, его хотят подставить. Я думаю, что в этом есть попытка инсинуации. Но следствию я доверяю. Я уверен, что они придут ко всем выводам автономно сами. Готов в любую минуту с ними общаться, сотрудничать. Другой участник коррупционной схемы, помощник главы облсовета Геннадий Левченко, который сбежал после задержания, до сих пор скрывается. Он, как и Соколов, родом из Днепропетровска. У обоих общее хобби – мотоциклы. По данным СБУ, Левченко укрывается именно на территории Днепропетровской области. Но официально его никто не ищет. В областной полиции, говорят, ориентировки на розыск пока не получали. Расследование уголовного производства по данному факту находится в Николаевской области. Мы, естественно, окажем содействие в любом случае и по розыску, причастному к данному уголовному производству, ну и по любым другим фактам. Мы попытались разыскать Левченко сами. Связались с байк-клубом «Энджелс», членами которого Левченко и Соколов являются много лет. Байкеры беглеца не видели и, как утверждают, не общались несколько недель. В Солонянской райадминистрации, которой Левченко руководил почти два года, о его местонахождении ничего не знают. На территории Солонянского района и в посторонней администрации он не заявлялся после этого выпадка, про який озвучил его на телепатии. Впрочем, помнят его тут очень хорошо, рассказывает нынешний глава райадминистрации. До суда дела так и не дошло, но селяне, поговаривая, якобы Левченко был организатором некого фонда местной партии регионов. В сухом остатке получается следующее. Главного подозреваемого Романчука отправили в больницу, откуда он уехал в неизвестном направлении. Геннадий Левченко, который был передаточным звеном денег, сбежал еще в первый день и в розыске его так и не подали. Помощника и водителя Романчука после задержания отпустили. Они проходят как свидетели. Система проявила в очередной раз свою неспособность довести до конца то, что было начато. Трудяшки, следователи проделали колоссальную работу. Предположение можно сделать, что дело начали сливать. И, скорее всего, козлом отпущения окажется замглавы Яланицкой РА. Единственный, кто остался за решеткой, Олег Зайсбург, замглавы Яланицкой РА администрации. Он самая мелкая рыба из всех, кто фигурирует в этом громком коррупционном скандале. Впрочем, ни в прокуратуре, ни в СБУ ситуацию сегодня комментировать не захотели. Кирилл Ющишин, Наталья Грищенко, Богдан Иванов, Евгений Каденцов. Подробности телеканал Интер, Николаев Днепропетровск. В Одессе очередной скандал вокруг судебного процесса по делу 2 мая 2014 года. На этот раз активисты заблокировали помещение областного апелляционного суда из-за смягчения меры пресечения россиянину Евгению Мефедова, которого обвиняют в участии в беспорядках на стороне антимайдана. Сегодня Мефедова из СИЗО отпустили под домашний арест. Активистам это не понравилось. И точно так же, как и полторы недели назад, они окружили здание и не выпускают ни арестанта, ни судей. По последней информации, блокада до сих пор продолжается. С активистами ведутся переговоры, но они требуют, чтобы суд оставил Мефедова в СИЗО. Бывший генконсул Грузии в Одессе Теймурас Нишнианидзе, который работал советником губернатора Саакашвили, подозревается в причастности к растрате более 30 миллионов гривен. Я напомню, что 26 мая сотрудники СБУ и генеральная прокуратура провели обыски в кабинете советников здания Одесской облгосадминистрации. Как выяснилось, ГПУ ведет расследование по двум эпизодам. Первый – это участие Нишнианидзе в схеме по возмещению НДС на сумму около 20 миллионов гривен. И второй – отмывание 14 миллионов гривен через благотворительный фонд на благо Одессы. Деньги, как подозревают в прокуратуре, необоснованно списали на телерекламу ремонт здания, где расположена Одесская облгосадминистрация, а также оплату книги. Это следует из определения Печерского суда Киева от 1 июня 2016 года. Кровь и мусор объявить Львов – зона экологического бедствия, просит президента и премьера мэр города Андрей Садовой. Какой помощи требует от властей городоначальник и что сейчас происходит на месте трагедии, которая уже унесла жизни трех человек. Все подробности у Галины Якушко. Из-за этой трещины на Грибовицком мусорном полигоне угроза нового оползня. Лавина может обрушиться в водоем с жидкими токсичными отходами и тогда они выплеснутся наружу. Но это не единственная проблема. Сегодня над полигоном опять густой дым, снова горит мусор. Из-за этого спасатели не могут продолжать поиски тела работников коммунальных служб. На полигоне постоянно дежурят пожарные, но полностью потушить огонь не удается. А власти Львова никак не могут решить проблему. Что же теперь делать с мусором? Как чиновники не скрывали, куда вывозят отходы из города, жители сел устроили настоящую охоту на мусоровозы. Выслеживают и блокируют. Они ждут, когда дадут погоджение в то или иное место для того, чтобы вывозить сметки. И с каждой часа ситуация становится критичнейшей. Сегодня мэр города сделал громкое заявление. Во Львове в Великих Грибовичах и Малехове чрезвычайная экологическая ситуация. И обратился к первым лицам государства с просьбой это признать. Чтобы решить проблему, садовой просит деньги из резервного фонда госбюджета. Мы вернулись вчера к депутатам Верховной Рады с пропозицией на комитете рассмотреть возможность из дополнительного фонда выделить 60 миллионов на рекультивацию в этом году. Местные активисты говорят, именно из-за садового город оказался в такой ситуации. Напоминают, в свое время 43 компании обращались с инвестиционными проектами. Хотели построить мусороперерабатывающий завод. Но мэр всем отказал. Глава Минэкологии Остап Семирак уже отреагировал на заявление садового и заявил, что все ответственность за ситуацию несут местные коммунальные власти. А президент Петр Порошенко призвал мэра Львова не политизировать проблему, а просто убирать мусор. А со стороны государства пообещал поддержку в расследовании причин трагедии. Сообщение появилось на официальном сайте главы державы. Галина Якушко, Юрий Голубинко, подробности телеканал Интерльвов. Укрнафти пытаются безосновательно передать 2 миллиарда кубометров газа. Такое заявление появилось на сайте Нафтогаза. Там поясняют, что есть решение хозсуда, которое обязывает Нафтогаз вернуть Укрнафти этот ресурс. Однако, как пишут в заявлении, представитель исполнительной службы составил фиктивный акт передачи газа, поскольку в тот момент он не находился возле газохранилища на западе страны, а был в Киеве, чем нарушил порядок изъятия имущества. Действительно ли это так, мы попытались узнать у исполнительной службы. Направили туда запрос, ждем сейчас ответа. А пока в Нафтогазе также разъяснили, что речь идет о голубом топливе, добытом еще в 2006 году. Его по закону должны были использовать для нужд населения, но тогда менеджмент Укрнафты всячески уклонялся от подписания соответствующих договоров о его продаже, поскольку якобы низкая цена вовсе не рыночная. Укрнафта якобы закачала этот газ в украинское газохранилище и начала судиться с Нафтогазом. В мае 2014 года Высший Хоссуд принял решение в пользу Укрнафты и обязал государство вернуть компании эти 2 миллиарда кубометров. Я напомню, что 42% акций этой компании принадлежит группе «Приват». Очень сложная коллизия будет, понимаете, о чем делать. Придется доказывать государству, что государственная по факту компания, потому что контрольная пакет акций укрнафты находится в государственной собственности, она еще как бы отказывается своему же государству подставлять газ по фиксированной цене. Миноритарные акционеры Укрнефти, там, Коломойский, они взбогнали государство в очень непростую ситуацию. Укрнефть там не выполняла 2% передвозбюджетом, не платила ренту, допустила миллиардные долги. А теперь таким образом хочет провести некий взаимозачок. По документам вона его закачивала в подземное сховище, и он там находился. Группа «Приват» уже использовала этот газ, продала, кому-то поставила. Теперь она, если его получит, может еще раз получать, например, еще раз поставить другим споживачам. Если бы в 2006 году группа «Приват» их продала державе, Укрнафта продала бы их державе, то за каждую тысячу кубометров было бы заплатено 350 гривен. Сегодня же за каждую тысячу кубометров можно отримать на рынке легко майже 7 тысяч гривен. Реформа энергоэффективности позволит Украине в течение пяти лет сокращать импорт газа минимум на 1% ежегодно. Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании надсовета реформ. Глава государства подчеркнул, что такие преобразования дадут возможность экономить на субсидиях от 3 до 5 миллиардов гривен ежегодно. Операция «Реновация» президент предложил уволить 12 членов Центра избиркома, у которых истек срок полномочия и одновременно назначит 11 новых. В списке главы государства нет кандидатов из действующего состава ЦИК, а 12-е кресло пока остается вакантным. И этот вопрос Порошенко готов обсуждать с парламентскими фракциями, пояснил его представитель Верховной Раде. Еще у троих членов ЦИК Александра Асачука, Алига Диденко и Екатерины Махницкой полномочия пока в силе. Со своей стороны спикер парламента сообщил о том, что кадровые решения по Центр избиркома нардепы рассмотрят уже на ближайшем пленарном заседании, то есть через неделю. Право на тендер коллектив завода железобетонных шпал в Кременчуге требует от Укрзалезницы вернуть проведение конкурсов на закупку продукции. Почему предприятие оказалось на грани закрытия и больше тысячи работников уже лишились своих мест, разбирались наши корреспонденты. Кременчугский завод железобетонных шпал сегодня на грани закрытия. Из пяти линий производства работает лишь одна. Рабочих осталось не больше сотни. Нам просто надо постоянную работу. Постоянную работу и постоянную зарплату. Хорошую зарплату. Чтобы мы могли выжить. Не просто шиковать хорошо, а просто выжить. И все тут стоят люди, они все за. У нас вот такой поселок был шикарный. Все было, вся инфраструктура, и садики, и школы, все было свое. И он умирает. В таком плачевном состоянии завод оказался из-за отмены тендера на закупку шпал Укрзалезницей. Руководство предприятия поясняет. Несколько лет назад Укрзалезница начала закупать шпалы у двух предприятий, которые входят в ее структуру. И платит за них дороже. А Кременчугский завод остался за бортом. Наши цены, которые мы могли бы поставить, это было бы по 500 гривен за шпалу, а не по 700 гривен за шпалу. Мы хотели бы, чтобы выходили на тендер, чтобы это было все прозрачно, и государство только в этом не теряло денег. Помочь предприятию обещает лидер фракции оппозиционный блок Юрий Бойко. Сегодня он с рабочим визитом посетил завод. Будем ставить вопрос перед правительством о том, чтобы железная дорога проводила честные тендера, чтобы железная дорога выбирала действительно самую конкурентную продукцию, а не делала какие-то кормушки, как это было последние два года. Железная дорога потеряла 100 миллионов только за прошлый год, денег, которые могли бы сэкономить, и практически остановила ваше предприятие. В подобной ситуации, уверяет нардеп, оппозиционер сегодня находятся и сотни других украинских предприятий. Вывести их из кризиса, а значит сохранить рабочие места, может только комплексная программа. Должна быть программа правительственная. Первое, это должно быть льготное налогообложение. Тем предпринимателям и промышленникам, которые открывают рабочие места, должны быть льготные налоги. Второе, должно быть доступное кредитование. И третье, должно быть прекращен своеволие и произвол правоохранительных органов, которые раз постоянно проверяют то еще, что дышит. Уже до конца этой недели оппозиционный блок потребует от правительства возвращение открытых тендеров на закупку железобетонных шпал Укрзалезницей. Катерина Марченко, Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер Полтавская область. Миллионы вне закона. Как перепродать контрабандистам конфискат, знают чиновники в Черновцах. Все подробности этой необычной и весьма запутанной схемы выясняла Ольга Поломарюк. Груженые машины, телеги и даже самодельные носилки. Контрабанда, сигарет – самое прибыльное дело для жителей пограничных сел Буковины. Вот на этом видео парни лет 20 на плечах переносят ящики в соседнюю Румынию. Чтобы поймать дельцов, пограничникам пришлось просидеть в засаде больше суток. Позже юные контрабандисты сознались. Работают под заказ за 50 евро. Конфискованный товар, как правило, отправляют на склад таможни, оттуда на химпредприятии для утилизации. Но зачем добру пропадать, решили местные чиновники и придумали, как подзаработать на конфискате. Документы подделали и вместо того, чтобы уничтожить товар, его вернули на склад. По крайней мере, так утверждают в полиции. На официальном сайте сообщения сотрудники исполнительной и налоговой службы по фальшивым документам хотели перепродать сигареты тем же контрабандистам за миллион гривен. Но вот прокомментировать это на камеру в полиции отказались. Более сговорчивыми оказались сотрудники исполнительной службы. Уверяют они ни при чем действовали по закону. Мы заехали на митницу, полностью все проверили, забрали звезды, выложили и передали им на зберегание. Мы передали данное мяно представнику предприятия. Он с данным мяном поехал на Киев. Мы его отрядили на Киев. Что дальше было, нам не понятно. Возмущены обвинениями сотрудники таможни. Требуют от полиции опровержения. Я не знаю, почему они пригодили. Сейчас мы им готовим документы и готовим опровержения. Некхай они приносят извинения. То есть митница не причетна к этой ситуации? Не причетна абсолютно. Чтобы разъяснить ситуацию, мы попытались связаться с представителями того самого завода, который выиграл тендер на утилизацию сигарет. Рабочие телефоны не отвечают. Так кто же хотел прикарманить миллион и хотел ли вообще? Мы будем ждать официальный комментарий полиции. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы. ДТП со многими неизвестными. В Днепре 20-летняя девушка на БМВ врезалась в дерево и вылетела на тротуар, где сбила пешехода. Мужчина погиб на месте. А еще одной жертвой стал пассажир автомобиля. Виновница с места аварии скрылась. Очевидцы говорят, что ее увезли на автомобиле Ниссан. Подозревают, что это могла быть дочь высокопоставленного чиновников. Полиции сообщили, что личность девушки уже установлена, но кто она и где сейчас находится, пока не разглашают. Уточнили только, что автомобиль, которым она управляла, ей не принадлежит. К данному факту открыто уголовное производство. Мы проводим все необходимые мероприятия для того, чтобы установить ее местонахождение. Взрыв в Запорожье в полиции расценивают как хулиганство. Я напомню, что накануне вечером в самом центре города неизвестные обстреляли из гранатомета недостроенное двухэтажное здание. Когда-то здесь была небольшая шашлычная. Бизнесмены решили сделать ремонт и расширить ее. По одной из версий, таким образом их пытались запугать, чтобы избавиться от конкурентов. Поскольку таких заведений только в этом квартале больше десятка. Никто не пострадал, но вероятность была, поскольку рядом жилые дома и даже по вечерам здесь весьма многолюдно. По мнению бывшего начальника криминальной милиции, уровень преступности в регионе намного выше, чем в лихие 90-е. В результате артиллерийского обстрела боевиков в районе поселка Пески и села Первомайское погиб как минимум один мирный житель. Наши позиции обстреливают из запрещенных минскими соглашениями калибров. Все подробности у Руслана Смещука. Поселок Пески под Донецким аэропортом. Некогда самая горячая точка зоны АТО и сейчас не самое спокойное и безопасное место. Позиции противника здесь можно увидеть невооруженным глазом. Главное аккуратно, не зацепив многочисленные растяжки, подобраться поближе и залезть на первую попавшуюся крышу. Что мы и делаем. В 12-м у нас выходит ихний опорный пункт. Ну там такие наряды выставляются такие. Справа блокпост, вольвоцентр, из которого в основном стрелательские оружие и обстрелы ведутся. Из-за малого террикона ведутся арта, савушки, танчики. Но уже через несколько минут наш сопровождающий дает команду срочно с крыши. Оказывается, нас заметили наблюдатели боевиков. Засекли блики камерной оптики. Раз в несколько дней по пескам стабильно открывают огонь. Прилетела она однозначно со стороны аэропорта, со стороны сепарев. Однозначно результат. Были бы тут наши какие-то подразделения или какие-то военные сооружения, то не позавидуешь. Через день, через два вот такие нам подарки приходят. На днях тут был один из самых плотных вражеских артобстрелов за последнее время. Десятки мин и снарядов боевиков ударили по почти превратившемуся в руины поселку. От нас находилось недалеко. Мы были как раз под навесом в это время. Как стемнело, уже начался артобстрел. Работал миномет 120-й. Вроде как савушки еще были. Часть снарядов попала по соседнему Первомайскому. Там погиб один мирный житель. Да, Господи, здравствуйте, храм гости! В самих же Песках сейчас не больше десятка мирных жителей на весь некогда многолюдный поселок. Софье Антоновне уезжать некуда. Дом ее разбомбили боевики. Сейчас ютится в чужом. Его хозяева бежали от войны. Вместе с ней живут десяток собак и столько же кошек, брошенных прежними хозяевами. Смотреть на его о том, что он подыхает, я не могу. Я уже насмотрелась на людях, и на собаках, и на коровах. На ком, только я не насмотрелась. Вот. Поэтому я и кормлю их. Сама не поем, но я им дам. Раз в неделю военные приносят старушке продукты и привозят питьевую воду. О нормальной жизни в перепаханном войной поселке, без электричества, исправных коммуникаций и под постоянными вражескими обстрелами речи быть не может. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Служба безопасности Украины задержала двух боевиков, так называемой ДНР. Один из них заявил о том, что лично убил более 20 украинских военных в боях под Иловайском. Кроме этого, он собирал информацию о размещении и численности личного состава ВСУ на блокпостах в Маринском районе. Второй боевик участвовал в оккупации Славянска. Обоим объявили подозрения по статье «Участие в деятельности незаконных вооруженных формирований» им грозит от 2 до 15 лет лишения свободы. Во время одного из боев мной было убито более 20 человек вооруженных сил Украины. Кроме того, участие в разведывательных группах, выход в складе диверсионной разведывательной группы ДНР. За каждый выход платили около 500 долларов США. У меня были позывные «Ягуар», «Беркут» и «Жук». В Луганской области пропал водитель миссии ОБСЕ. В северодонецкий отдел полиции обратилась его супруга. По ее словам, муж не выходит на связь с 4 июня. В тот день он уехал из Стаханово на автобусе в Донецкую область, чтобы забрать свою машину и вернуться на ней домой. Его мобильные телефоны отключены. И вот как ситуацию комментирует в ОБСЕ. СММ ОБСЕ может подтвердить, что один из местных сотрудников миссии в Луганской области не повернулся с отпуска 7 червня, как было заплановано. Миссия не имеет никакой дополнительной информации о его местном находке в этот момент. И полиция была поинформована. Теракт в центре Стамбула. В утренний час пик возле автобусной остановки взорвался автомобиль. Погибли 11 человек и еще 36 получили ранения. Большинство жертв это правоохранители, поскольку мишенью террористов был полицейский автобус. Бомбу привели в действие дистанционно. Пока никто не взял на себя ответственность за этот взрыв, но власти возлагают вину на боевиков запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана. Уже задержаны четверо подозреваемых. Мы услышали звук взрыва. Они специально активировали бомбу, когда мимо ехал автобус с полицейскими. Скорая тут же прибыла. Эта террористическая атака была направлена против людей, которые отвечают за нашу безопасность. Это непростительно, поэтому мы до конца будем неустанно и бесстрашно бороться против террористов. Франция в ожидании Еврочемпионата по футболу. Он стартует уже в ближайший четверг. Команды съезжаются в страну, готовятся к предстоящим поединкам. Готовятся и власти. Как они будут обеспечивать безопасность? София Гордиенко, наш европейский корреспондент, расскажет об этом подробнее. Самолет польских авиалиний приземлился в аэропорту Сан-Назера утром. В элегантных костюмах футболисты больше похожи на музыкантов. Польская сборная наряду с немцами и северными ирландцами. Наши соперники в групповом этапе. Пока игроки расселяются, акклиматизируются, тренируются, полицейские готовятся к своей работе. И здесь Франция не стесняется просить помощи. 180 правоохранителей из тех стран, которые принимают участие в чемпионате, уже приехали в Париж. И в случае чего будут разбираться и с собственными хулиганами, и с террористами. А заодно и помогать с переводом. То, что в иностранных языках жители страны не сильны, подтвердил даже министр внутренних дел, обращаясь к гостям по-французски. Сохраняется очень высокий уровень террористической угрозы. Но, несмотря на это, чемпионат по футболу важно провести. Впрочем, Соединенные Штаты уже предупредили своих болельщиков о том, что лучше посмотреть футбол по телевизору у себя дома. Британский МИД тоже предупредил. На стадионах могут быть теракты. Повлияют ли увещевания на болельщиков, пока не ясно. Но французские виноделы предлагают хорошее олигарство от страха. Наше вино из Бордо – это вино с характером особенной концентрации и вкуса, которого больше нигде нет. Это вино высокого класса. В общем, французы как могли к чемпионату подготовились и шансы провести его достойно есть. Даже профсоюзы после 19 часов переговоров с правительством вроде нашли с ним компромисс. И бастовать не собираются. Пока. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности. Телеканал Интер. Поехать на Евро-2016 все же сможет восьмилетний украинский болельщик Володя Бабенчик. Об этом сегодня сообщила первая секретарь посольства Франции Жюли Фор. Готовясь к чемпионату, родители Володи купили сыну именные билеты на матчи сборной Украины и подали документы на получение визы. Однако дипведомство отказало в ее выдаче, мотивируя тем, что в досье есть проблемы. Документы поступили поздно и не все. После этого история мальчика приобрела общественные резонансы. И вот сегодня, за несколько часов до вылета из Киева, родители юного болельщика вызвали в посольство и все-таки выдали визу. И также пожелали Володе, чтобы праздник укрепил его увлечение футболом. Громкий арест в Испании. Задержан вербовщик ИГИЛ. Как стало известно, это гражданин Пакистана. Он жил в Барселоне, в ряды ИГИЛ заманивал через соцсети. Когда и как злоумышленник прибыл в Испанию, не сообщается. Но не исключено, что под видом беженца. Тем временем, в немецком Дюссельдорфе сгорел приют для мигрантов. Есть ли пострадавшие и почему в Европе ждут увеличение потока беженцев, расскажет Татьяна Лагунова. Пожар в Дюссельдорфе вспыхнул около полудня. Загорелся один из павильонов выставочного центра, который сейчас используют как приют для беженцев. В момент возгорания в помещении находились более сотни беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана. Людей удалось эвакуировать, но более 20 человек попали в больницы. Они отравились угарным газом. Причина пожара пока не установлена. Полиция не исключает и версию поджога. Тем временем беженцы из Сирии продолжают прибывать в Европу. Несмотря на закрытие балканского маршрута, первый пункт – Греция. По данным властей, сейчас в стране находятся более 50 тысяч мигрантов. Лагеря переполнены, а партнеры по Евросоюзу не особо помогают с распределением. Например, Франция согласна забирать всего несколько сотен человек в месяц. Мы ускорим переселение беженцев из Греции во Францию и будем принимать 400 человек в месяц. А еще в Европе побаиваются, что поток беженцев, который пошел на спад благодаря сделке с Турцией, снова увеличится. Анкара заявила, если Евросоюз не ведет для граждан Турции безвизовый режим, она заморозит миграционное соглашение с Брюсселем. И больше не будет принимать обратно беженцев, которые нелегально прибыли из Турции в ЕС. Это не угроза, это не шантаж. Мы предупреждали европейских чиновников. Мы подписали два соглашения и будем реализовывать их совместно. Если одна сторона этого не сделает, то и вторая тоже. Анкара пока не отказалась от миграционной сделки, но Брюссель уже ищет альтернативных партнеров. Ставку решили сделать на страны Африки и Ближнего Востока. Тунис, Сенегал, Нигер, Нигерия, Малия, Эфиопия, Ливия, Ливан и Иордания. Этим странам Евросоюз тоже планирует предложить миграционную сделку. Если они согласятся принимать обратно беженцев, которые нелегально попали в Европу, Европа поможет финансово. Речь идет об инвестициях на сумму свыше 60 миллиардов евро. Впрочем, власти Ливии уже отказались принимать беженцев обратно. Премьер страны заявил, Европа должна сама найти способы вернуть их на родину. Татьяна Муганова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В шестой раз самое влиятельное в мире. Ангела Меркель снова возглавила рейтинг Forbes. За последние 13 лет канцлер Германии 11 раз попадала в этот список. На втором месте в топ-100 самых влиятельных, как и в минувшем году, бывший госсекретарь США Хилари Клинтон, которая претендует на президентское кресло. На третью строчку издание поместила Джанет Йеллин, главу Федеральной резервной системы США. Украинки в сотню самых влиятельных не попали. Посмотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Бойня за янтарь. Как полицейские спасались бегством от преследования черных копателей. Спиртопровод. Кто догадался переправлять контрабандный товар по дну реки? Дискриминация представителей сексуальных меньшинств не отличается от дискриминации по признакам расы и пола. Такое мнение выразил спецпосланник США по правам человека ЛГБТ-сообщества Рэнди Берри. Он приехал в Киев, чтобы принять участие в украинском фестивале Прайде и в марше равенства, который пройдет в воскресенье. Берри также отметил, что уже встретился с представителями различных общественных организаций и правительства, пообщался с правоохранительными органами, которые, по его словам, готовы обеспечить проведение марша. Нельзя допускать дискриминацию по признаку пола или убеждений. Чтобы правильно относиться к этому сообществу, мы должны действительно понимать, что такое равенство. Свою идентичность человек не выбирает, он с ней рождается. По поводу марша, я считаю, очень важно, чтобы люди могли встать и сказать, мы здесь есть и не жить больше в тени. В эти минуты в столице как раз проходит открытие Киев Прайд-2016, но прессу на это событие не приглашали. Адрес проведения также держат в секрете, чтобы избежать возможных провокаций. Масштабная финансовая афера украинские банки уличили в отмывании денег. За 4 года, с 2011 по 2015, финучреждения вывели из страны порядка 400 миллиардов гривен. Как разбогатеть на банкротстве, разбиралась Елена Митясова. Афера по-банковски, как банкротство превратилось в золотую жилу. Украинским банкам профессионализма в этом не занимать. За 4 года финучреждения только через один австрийский банк вывели из страны более 400 миллиардов гривен. Астрономические суммы сейчас фигурируют в уголовном производстве следственного управления нацполиции. Замешаны около десятка украинских, но уже лопнувших банков. Деньги отмывали банально просто. Открывали в иностранном банке корреспондентский счет, переводили туда средства, а потом за невыполнение договорных обязательств. К примеру, за неуплату процентов банк списывал деньги в свою пользу и отправлял лошоры. Как следствие, украинский банк потом признавали неплатежеспособным и ущерб покрывал фонд гарантирования вкладов. За сопротивлением фонда гарантирования вкладов нам направлено 12 заяв, и порушено 12 криминальных проважений. Триваю досудовое расследование. Мейлбанк сегодня находится не в фаворите австрийских банков взагалі. И все про це чули в финансовому ринку, що було відкрито криминальне проваження в Австрії щодо взагалі законності діяльності Мейлбанка як фінансової установи. На счетах австрийского банка затерялись порядка 750 млн доларов і около 60 млн евро украинских денег. Як так получилось і почему такі суммы прошли незамеченими мимо Нацбанка і европейських монетарних властей? Загадка даже для специалистів. Почему за этим внимательно не смотрели не українські монетарні власти в лице Украинського національного банка? І почему недостаточно внимання уделяли данному вопросу монетарні власти Європейського Союзу в лице их центробанка і в лице представительства центробанка на территории Австрии? То есть це їх непосредственна задача. І одной і другой сторони. Возникає допомога, конечно, власне, а що делали власти, які займаються... Те, які відносинися к ФАТФу, да? Організація, яка відслеживає подобного роду нелегальні потоки денежних ресурсів. Можна лише предположити, австрийським властям це було на руку. Деньги заходили в країну і работали на містну економіку. От і закривали на все глаза, считають експерты. Неизвестна пока і судьба 200 українців, фигурантов, нашумевшого австрийського расследовання. Іх подозревають в відмуванні средств. Кто вони, фамилии, должності, пока не розглашають. Елена Митясова, Сергій Килимник, подробності, телеканал «Интер». На фоне таких успехів нацполиції в Київській області стартовав набор в участковые исследователи. Об этом на пресс-конференції рассказали сегодня министр внутренних дел і глава нацполиції. По словам Хати Деканаидзе, всього в Україні будуть работать около 9 тисяч участкових офицеров. Кандидаты пройдуть 6 этапів отбора і курси переподготовки. Заработна оплата участкових составить 6 тисяч, а следователей 10 тисяч гривень в місяць. Ми доберем в Київській області 50 человек для следствия. Ми доберем 250 участкових. Нашу систему можуть прийти все. Так і люди, які з опытом, які працювали ще несколько років в правоохранительній структурі, так і люди, які тільки що закончили і нескільки років тому назад висше учебне заведення. Обіщанні легалізации 3 роки ждуть. Тем временем янтарь продолжають мыть, скупки работають, напрямі між силовиками і містними жителями нарастає. Кто устроил погоню за полицейськими? С подробностями Інна Белецкая. Не успела утихнути конфлікт між селянами і приїжджіми, желаючими добувати янтарь в Олевській районі, як житомирські, ділки, знову отличились. В поміщенні одну із скупок правоохранители обнаружили 25 кг янтаря. Обстановка здесь без злишест. Стол і веси. Сюда старатели привозили камні і получали за них деньги. Володіця зкупки задержують, в машині знаходять гранату Ф1. Дальше разворачивається почти боєвик. Володіця зкупки увозять на допрос, але на заправці, на машину з правоохранителями і задержаним нападають. Вловчий на напад. Тобто заблоковано рух службового транспорту. Під час переслідування автомобіля, в якому знаходив працівників правоохранного органу, вказані особи своїм автомобілем намагалися зіштовхнути його з траси, а також зіштовхнути його в річку. Столкнути автомобіль з траси не удалось. І нападаючі на шести машинах продовжили преслідування. Правоохранителям довелося вызвати підкріплення. Була надана команда на посту Сарни висунутися працівникам, територіальним працівникам поліції, а також допомогу тієї передані сили, які на той час були вільні. Задокументували факт непокори працівникам правоохранного органу, а також на нас не тілісних кожен. Одному з працівників Служби безпеки. Из 11 нападавших задержали 4-х, остальних відпустили. В одну із машин, які преследували правоохранителі, нашли коробку патронів к автомату Калашникова. Но суд решили, що даже домашній арест слишком суровая мера наказання для нападавших і відпустила їх под личное обязательство. Імена цих людей не розглашають. Інна Белецкая, Николай Васильюк, подробності телеканал «Интер», Рівненська область. Спиртопровод через Днестр обнаружили пограничники совместно с сотрудниками СБУ Винницкой области. Трубу проложили по дну реки, по данным оперативников, предназначалась она для перегачки контрабандного спирта из Молдовы. Заканчивалась труба в частном подворье села Кременое на берегу Днестра. В СБУ уже установили организаторов контрабандного канала. Они арендовали дом у местного жителя, но наладить поставку спирта в Украину не успели. Двое суток с момента попытки государственного переворота в Казахстане. Я напомню, что в воскресенье неизвестные вооружённые люди в городе Актабе захватили оружейный магазин и попытались взять под контроль воинскую часть. Сегодня официальная Астана выступила с комментариями и первыми версиями происшествия. Данил Русаков расскажет все подробности. 19 человек объявлены в национальный розыск Казахстана. Их обвиняют в вооружённом воскресном нападении на воинскую часть и оружейный магазин города Актабе. Официальные органы государства также сообщают, остальных участников несостоявшегося захвата они убили. Ещё четверо ранены. С самого утра в Актабе продолжалась антитеррористическая операция. В спальных микрорайонах города вылавливая оставшихся участников позавчерашних событий. Детали не сообщают. Журналистам даже запретили общаться с теми, кого врачи доставляли в больницы на машинах скорой помощи. Оставалось только гадать, кто это. Либо сотрудники МВД, либо нападавшие, а то, может, и вовсе случайно угодившие под пулю местные жители. Нет цифр. Я говорю, несколько пациентов поступило, они ещё будут поступать? Может быть. И что, я вам должен сидеть, как здесь считать? На подступах к АКТОБЕ сейчас развернули блокпосты. На них дежурят казахстанские силовики. В области объявлен красный уровень террористической угрозы. Пока на 40 дней. В самом АКТОБЕ отключён интернет, полностью свёрнуто движение рейсовых автобусов. Напомню, именно после захвата одного из них люди с оружием в руках планировали вторгнуться на территорию воинской части. Мы по-прежнему рекомендуем воздержаться от посещения мест массового накопления и уязвительных заведений. В Генпрокуратуре Казахстана тем временем сообщили, организатором нападения считают арестованного ещё в январе бизнесмена Тахтара Тулешова. В СИЗО его отправили за хранение наркотиков. Вместе с ним бывший замгенпрокурора республики и двое командующих воинскими подразделениями МВД. Тулешов, как считает следствие, с прошлого года предпринимал конкретные шаги по подготовке к насильственному захвату власти. По утверждениям правительства в воскресенье они предотвратили попытку государственного переворота. Официальная Астана уверена, таким образом к управлению в стране собиралось прийти некое неназванное религиозное исламское подполье. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. Самый опасный педофил в истории Великобритании за решёткой. Суд приговорил Ричарда Хакла к 22-м пожизненным срокам за серию жутких преступлений. Его жертвами стали более 200 детей, но все ли пострадавшие найдены? Оксана Кундеренко в Лондоне следила за этим судебным процессом. Говорите, никаких пристрастий кроме педофилии у вас нет? А может, конкретнее? Без комментариев. У него не нашлось слов. Ричард Хакл признал, что он насиловал несовершеннолетних, но объясниться не смог. 30-летний мужчина из Кента получил 22 пожизненных срока и остаток жизни проведёт в тюрьме. Ричарда Хакла признали виновным в отношении 24 детей. В некоторых он насиловал многократно. Все были младше 13 лет, некоторые совсем маленькие. Особое внимание к одному младенцу, которому на вид около 6 месяцев. Хакл и таких крошек насиловал. А начиналось всё с волонтёрской работы. После школы Хакл отправился в Малайзию преподавать английский. Прятался за маской порядочного христианина, волонтёра, несущего добро и слово Божье. Путешествия по Азии стали регулярными и каждый раз британец возвращался домой с компьютером полным видео для извращенцев, которое выкладывал в сеть. Дома Хакл тоже общался с юными христианами. Посещал как минимум две церкви, где, остаётся вопрос, насиловал ли он детей в Британии или только в Малайзии и Камбодже. Полиция приобщила новые сведения к делу лишь неделю назад и начала проверять факты, но уже поспешила заверить. Он не переступал закон, когда находился в Соединённом Королевстве. Вы же только на прошлой неделе опросили представителей церкви. У нас нет никакой информации о его преступлениях здесь, тем не менее мы продолжаем работу. Поймали хаклоавстралийские хакеры, которые внедрились в ряды педофилов. В Азии, где орудовал маньяк, только сейчас узнали о его деяниях и удивились, не подозревали заграничного добряка в жутких изнасилованиях. Судя по данным следствия, за последние 10 лет он надругался над двумя сотнями детей. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин подробности Британское бюро телеканала Интер. Новые союзники Китай и США усилят сотрудничество в сфере безопасности. Таковы итоги визита американского госсекретаря Джона Керри в Пекин. О чем еще договорились, расскажет наш Сапкор в Вашингтоне Тихон Зитко. Джон Керри был в Пекине в рамках очередного раунда китайско-американского стратегического экономического диалога. Поначалу казалось, что диалога как такового не выйдет. Камнем преткновения вновь стали спорные воды в Южно-Корейском море. В преддверии визита Керри назвал провокацией планы Китая разместить там объекты ПВО. В ответ представители Пекина заявили, что не боятся проблемы. Однако в итоге стороны, похоже, решили договариваться, а не конфликтовается. У Китая есть право защищать суверенитет и морские права. Китай надеется, что США будут скрупулезно выполнять свое обещание не занимать чью-то сторону в территориальных спорах и играть конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности в Южно-Китайском море. Мы вновь заявляем о фундаментальной поддержке Америки переговоров о мирном разрешении споров на основе верховенства права, а также выражаем озабоченность по поводу односторонних шагов любой из сторон, которые меняют статус-кво. И подобные миролюбивые заявления после нескольких месяцев обоюдной воинственной риторики. Более того, по итогам переговоров стороны заявили, что усилят сотрудничество, в частности, в сфере безопасности, будут проводить больше совместных военных учений. Еще одна тема культурный обмен, связи в сфере образования и спорта на переговорах в Китае. Керри обсуждал и это, дескать, как развивать контакты между людьми в Китае и США. Также выражал надежду на улучшение ситуации с правами человека в Китае. Похоже, от разногласий Вашингтон и Пекин перешли к переговорам. Надолго ли? Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности Американское бюро телеканал. Инструкции по татуировкам для американских морпехов и причины госпитализации Сильвио Берлускони. Об этом и не только в нашем международном обзоре. Найденного в лесу японского мальчика выписали из больницы. События транслировали в прямом эфире. За историей семилетнего Ямато Тануки следил весь мир. Родители бросили его в лесу, чтобы наказать, но когда вернулись, малыша не было. Шесть дней лес прочесывали несколько сотен спасателей и добровольцев. Нашли мальчика на заброшенной военной базе в пяти километрах от места, где он пропал. У легендарного особняка Плейбой новый хозяин. Роскошный дом на пять спален с огромным садом и бассейном купил сосед топ-менеджер инвестиционной компании. Именно в этом доме основатель империи Плейбой Хью Хефнер закатывал самые громкие в Лос-Анджелесе вечеринки с супермоделями. Стоимость сделки держат втайне. Начальная цена стартовала от 200 миллионов долларов. Одно из условий продажи Хефнер в своем доме может провести остаток жизни. Сейчас плейбой номер один 90 лет его жене Кристал Гаррис 30. Сильвео Берлускони попал в больницу. Врачи обнаружили у бывшего премьера сердечную недостаточность. По словам однопартийца в жизни кавальера ничто не угрожает. А посещение больницы плановое. Берлускони 79. Он четыре раза возглавлял правительство Италии. Был фигурантом десятков скандалов и трижды осужден за нарушение закона. Мошенничество, подкуп и сексуальные преступления. Благодаря адвокатам умудрился ни дня не просидеть за решеткой. Легендарная Абба впервые за 30 лет собралась на одной сцене на частной вечеринке в Стокгольме. Выступление коллектива было приурочено к 50-летнему юбилею знакомства солистов Ульвиуса и Андерсона. В последний раз на публике квартет спел в шведском телешоу в 1986-м. А 16 лет назад собрать участников для совместного турне не смог даже гонорар в миллиард долларов. Инструкцию по нанесению тату получили американские морские пехотинцы. Правила детально описывают скрытые под формой части тела, на которые можно наносить рисунки. Запрещены татуировки на голове, шее, во рту, на коленях и руках от плеча до запястья. Также в изображениях не может быть обнаженных людей, а в тату-надписях идей сексизма и расизма. В индийском городе Гунтур обезьяна ограбила ювелирный магазин. Мартышка пошла на хитрость, бросила фрукт в предкрытую дверь помещения и дождалась, пока ее впустят внутрь. После чего шустрая воровка 20 минут методично обыскивала все ящики и полки в лавке. В итоге стащила 144 доллара из кассы. Стремительное ограбление зафиксировали камеры наблюдения. Подробности UA это наш сайт и информация там обновляется постоянно. Хороших вам новостей и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова